Субтитры делал DimaTorzok 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 Короче, дело в том, что мы на Чебоксарке днем-то ловить привыкли, умеем, проще-проще, а вот ночью как-то все мимо проскать были. И решили бы мы в этот раз плавить не только днем, но и в темное время суток. Вот сегодня мы первый день. Приехали уже вечером. Субтитры делал DimaTorzok На обе все было с ним просто замечательно. Вот сейчас посмотрим, как будет здесь. А вдруг будет не хуже, чем на обе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот тогда он закрёстывается меньше. Рвать там, давить и еще чего-то абсолютно не надо. Вредно и противоестественно для него. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, вот здесь упало. Не, упало. Палом упал. Посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В общем, утро встретило нас солнцем. Обалденнейшей погодой. Погодой, легким морозом. И решили мы с утра плавить судочка. Судочка мы будем плавить не глубоко, метрах на 15-16. Вот, не знаю, сейчас посмотрим, что будет. Вчера вот быстренько поймали первую щучку, но уже стало темно, все, сварили домой. Вот, а сегодня полазим. Посмотрим, что поймаем. Коряшка. От нее надо метров 20, да? 25. Вставай, 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 вставай. Все, вот. Как пары прям и стучит. Прямо по спинам ведем лещей. Ну, что-то судак пока не клюет. Хотя, структурник виден. Стоит. Сундучок. Сачок бери. Что, он к тому шагу? Нормально. Мы долго-долго его искали. Это пустой коряшки. Стоит коряшка? Ага. Килошечка. Ну, с небольшим. Килошка с небольшим. Держи. Так. Там на первом же падении. Четкий. Это на той коряшке, на которой мы только что стояли. Весь угол. Да. Угол поменяли, все. Червячок пролоновый. Причем довольно большой. Цвет правильный, флуоресцентный. Вот. Так, на той говоришь. Ну, давай на той попробуем. Драл, драл ее. Оторвал. Удобная штука. Такой пенальчик. Для поводков. И доставать удобно, и хранить удобно. Никуда ничего не теряется, не гнется, не мнется, не ломается. Опять работает. Червячок. Возьмем все-таки. Зачечки. Сегодня судак работает только на эту приманку. пролоновый червячок левшайный с сетным крючком. 14 сантиметров. Ну, и цвет только этот. Сдаюсь. Давай, своего червя. Вот, человек пролонового червя. Не верил, сколько? Минут пять. Больше. Сильно больше. Года два. Потому что я все время клевал на другое. Ну, вот сейчас, да. Согласен. Ну, этот червь вообще довольно странно работает. Два года назад у меня лучшая приманка была эта червь. А в прошлом году только вот глубокой осенью поработала. В этом году тоже глубокой осенью начал работать. Но работает. Один-ноль? Два-ноль. Два-ноль. Согласен. Вот, зараза, клюет. Ну, вот-вот так вот. Ладно, сейчас мы лукеров вытащим. Куда он денется? 18 метров глубины. На Чебоксарке. Помнится, когда я начал сюда ездить, местные мои друзья мне говорили, Гущин, здесь, сюда, глубже, чем на Девяти не клюет вообще никогда. Прошло пять лет. С последним утверждением. Оказалось, клюет. Да, Санечка? И у тех же друзей. И у тех же друзей, да. Они плох поклевывают и на 15, и на 18. А все почему? Шоры. О чем это говорит? О том, что глубоководная рыбалка на Чебоксарке только начинается. Это новая эпопея. Короче, есть прикол. Дело в том, что здесь судак не просто стоит на 18 метрах, нет. Он стоит у коряга. Саша, я тебя убью, лодочник. Ну так-то, да. Что бы нет? Ну, мелкий. Мелкий, мелкий. Трешечка. Ну и что? Трешечку вот хотя бы. Трешечку, да. Богу послал бы. Коряга пускай. Вот это было бы. Ну, думаю, еще пошлет. У нас все шансы есть. Нет. На это. Судачок. На крючок. На крючок. Судачок, на крючок. На червячок. Судачок, на червячок. И приманка-то уже вся изодранная. Через корягу перевалил опять, да, клюк? Нет. Да. Да. Судачок, на червячок. Злые волжские рыбы рвут червяков на части. Просто. Прям со злости. При этом на крючок не садятся, но разрывают вообще в хлам. Плохие рыбы. Гущин тоже ругается на них, что рыбы плохие. Я тоже теперь могу поругаться. Плохие рыбы. Вот на мой червяк, которого подрал просто судак, он и поймал обед. Короче, моей рыбы пока нет. Пис остался. Вот. Свою рыбу я буду ждать. Надеюсь, дождусь. И, скорее всего, это будет уже не судак. Хочу нормальную щуку. Гущин в трансе. Ну, не ловится у него сегодня рыба. Вообще. Вообще. Не ловится. Четвертый уже. Какой три? Или три? Три. Ну, пускай три. Не, не судак. Упачки. Сундучок. На червячок. Мелочь. А приятно. Причем, поролон рваный. Даже не штопал. Просто лишнее оторвал. Ловится, клюет. Пока менять цвет. И поехали. Короче, меня господин Багинкин обыграл на судаках сухую. Придется попробовать по щукам обыграть. Придется. 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 Ну, небольшая. Тихо, тихо. Тихо, тихо. 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 Ну, хорошо. Пустячок, а приятно. Леш, ты снимаешь, да? Да. Васильцовская слобода, я тебя люблю. Вот я еще ни разу не встречал, чтобы на троих нам дали такую маленькую коробочку, в которой вот такие тормозочки. Там первое, второе горячее. Где всякие салатики и прочее. И этот вариант можно взять как дурачок сухпай, а можно взять нормальный, полноценный обед с собой. Мы взяли. И, между прочим, ни разу не пожалели. И не надо ничего готовить самим. Все уже есть. Да. Быстренько поели и в бой. И дальше. Сейчас, ну, посадчик-то у нас не ехал. А посадчик-то мы утопили. Да, намел. Я знаю. Ну, вот. Вот, Кирилл Вячеславович с моей подачи называет таких щечек гупюшками. Да. Для Чебокса Аркет действительно гупюшка. Продолжение следует... Ревятный садачок или бершик? Если бершик, то хороший садачок, мелкий. На-ка. Он говорит, нет, кстати, нет. Если это бершик, то обычный садачок. Нормальный садачок. Вполне себе. Возьмешь или мне взять? Тебе? Давай, бери. Вот этого садачка Кирилл Гущин назвал бершиком. Ну, я думал, что бершик. Небольшим. Потом сказал, ну, если садачок-то небольшой, а бершик большой. Ну, садачок, конечно, небольшой. Ну, что это? Ну, подвушку. Ну, да. Ну, мелочь, конечно, но подвушку. Не, ну, для чебоксарки, выбитой чебоксарки, это уже, конечно, какой-то результат. Вообще так, фигня. Где моя пятерка? Оторвал. Кусок лески внизу на коряге висит. Второй раз за него цепляюсь, второй раз обрываю. Мне этого клубина, от посолу хоть. По зубам шорка, щука, что ли? Щука? Давай посмотрим. Да нет, ряд ли с десяткой. Да, ряд ли с десяткой, да? А вот он. А чё? Гущин! Ну, уперся, извини. А зачем ты его? А зачем ты его вообще взял? Я бы мягонько поднял бы и всё, блин. Вот сюда, в рецепт. Не поднял бы ты его. Он уперся в эту фигню. Ну, трёшка ж был. Какой там кило? Да трёшка. Да кило. Да трёшка. Да кило. Он у тебя хвост. Этот злобный товарищ. Чтобы я его не выиграл. Вернее, чтобы у него был шанс победить сегодня в нашем негласном соревновании. Он взял специально. Нет, не специально. Специально. Я специально взял его. Ты упёр его. Ты упёр его мордой. Лодка не правильно сделана. Лодка неправильно сделана. Конечно, лодка. Во всём виноват спиннинглайн, как всегда. Ха-ха-ха. Вот так вот. Взял и сделал так, что моя трёшка ушла. Ну ладно, сейчас ещё, может, одну поймаем. Я был сам в трёшке. Его надо было брать за жабру, а не за джигу, блин. Я не успел за джигу тоже взять. Я его взял за поводок сначала. А нафига вообще надо за поводок выбрать? А нафига ты дёргал? Я вообще не дёргал. Что значит, я дёргал? Я вот так взял. Я дёргал один раз всего, когда подсёк. Да? Да. Я дёргал один раз.